Друзья, прекрасные новости! Мы с Костей возобновляем работу на канале Лист ТВ. И после просмотра этого видео, перейдите по ссылке в описании и посмотрите ролик на канале Лист ТВ, где мы и еще два крутых блогера-весельчака делаем новый проект. А сейчас большой обзор доставки му-му. Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и это второй выпуск большого обзора доставок еды. Ребята, все точки над «и» дружи в Питере, я в Москве. В Москве еще покашеварим, и с ним мы обязательно сделаем один из следующих обзоров, поэтому не бомбите. Я прочитал все ваши комментарии, и вы большие молодцы! Спасибо вам за конструктивную критику. Я обзавелся пирометром и весами, поэтому сегодня будет обзор на доставку кафе му-му. Из колл-центра перезвонили, заказ на чуть более чем 2000, и будет идти полтора-два часа. То есть это, на мой взгляд, очень много. Понятно, что он большой, но, к слову сказать, что в соседнем здании есть ретран му-му. То есть, может быть, не из него будут привозить, но полтора-два часа, и ты заказываешь, значит, ты хочешь есть. А здесь, получается, ты будешь ждать два часа. Посмотрим, может быть, тебя не приедут раньше. В общем, ждите заказ. Привезли два вот таких пакета. Курьер ехал час двадцать, то есть это на 10 минут меньше, чем минимальное их обещание. Здесь они молодцы. Мы заказали на 2000 рублей, и это все весит примерно, мы посчитали, 3 килограмма 100 грамм. Пока все с полужару, проверяем температуру. Мне нужен мой аппарат. Новики хорошие ставим на режим поверхность, не тело. И берем блинчик, который стоит 77 у нас рублей. Такой вот температуры. По мне так не очень горячий. 35 градусов. Ну, ребят, ну такое. Так, а внутренности его? Мяско. 35 и 5 градусов внутренности. Не самое горячее, что я ел в своей жизни, но он реально чуть теплый. То есть, вот, если этого я не очень верю, то вот губам своим я верю, что это холодновато. Сразу про комплектацию. Я заказал на 4 персоны, и тут только одна салфетка для каждой персоны. Нужно было заказывать, наверное, штук 20 приборов, чтобы принесли нормальное количество салфеток. Это большой минус. То есть, это все невозможно съесть, не упачкавшись, и использовать только одну салфетку на человека. Это тоже, как бы, мне не очень нравится. Дальше супчик. Не суп, теплый. Итак, включаем аппарат. 38,7. Потеплее, чем в блинчике, но тоже, конечно, не 50 даже. То есть, этого мне маловато. Все равно проверим. Чуть теплый. То есть, его можно есть, но лишние минут 20, и он где-то пробой, видимо, в дороге. Одна тоненькая бумажная салфетка должна спасти меня от жирности рук. Не делайте так. Чтобы как-то сгладить конфликты возможные, сюда положили кучу конфеток. Коровка. Не помогло. Пюрешка. 38,7. Ну, тоже не шибко прям горячая, я бы так сказал. И еще нужно миско, потому что мы заказали несколько. Это у нас, соответственно, стейк из говядины. По запаху холодный. Я умею по запаху разделять температуру. 33,7. Ярбек и волнов. Шутка. Жульен, естественно, не в кокотнице. Стоит это 121 рубль. Посмотрим, что это по... 34,9. Пока что минусы это температура. Она довольно низкая комплектация. То есть, мало салфеток и вообще, как так бывает, но плюс то, что быстро. Начнем со стейка. То есть, тут стандартный контейнер, и сюда это дело не поместилось. Выглядит это, ну, серьезно, не очень, прям аппетитно. Давайте проверим, сколько же он весит. Стейк из говядины должен весить 120 грамм. Итак, берем весы. Весит 137, то есть, вместе с контейнером. Эта масса меня устроит. Тоже нам дают за такие деньги. То, что он холодный и вообще не режется. То есть, вот... Или они хотят, чтобы я это вывалил на свою тарелку, разрезал своими приборами, потому что этим не режется, это все скользит. Пока я поел этот холодный стейк, он уже еще больше охладится. Что у нас по прожарке? У нас по прожарке подошва. То есть, во-первых, меня не спросили, какая мне нужна. Но, с другой стороны, это кафе, это не стейк-бар. Но, в любом случае, это просто кусок мяса. Стейком он называться, по моему мнению, не может. Если вы согласны, ставьте лайк. Если не согласны, пишите в комментариях, что это за прожарка. Проверим это великолепие на вкус. Помните, я говорил про подошву? Угу. Оно и есть. Холодный, жесткий кусок говядины. То, что это мясо стопроцентное, я еще могу поверить. Но заказывать на дом его вообще нет никакого смысла. Если стейк стоил 372 рубля за вот эту подошву, то это буженины, и она стоит более 400 рублей. Масса должна быть 150 грамм. Здесь 203, опять же, с упаковкой. В принципе, по массе меня все устраивает. Что же по наполнению? Это буженинка у нас с вишенками. Вишенки полутеплые. Кусочек довольно внушительный. 435 рублей. Пробуем на вкус. Буженина мягкая. Намного мягче, чем тот кусок стейка. Ну, холодновато. Если бы прямо с пылу с жару, я бы сказал, что это прям пятерочка. Но здесь очень, знаете, температура на любителя моржей. Одно из моих любимых блюд это жульен. И здесь я не мог его не заказать. По весу он должен быть 120 грамм. Здесь у нас... Пэк, пэк, пэк! Даже в упаковке, даже в контейнере меньше заявленного веса. Да, реально. Написано 120, здесь 112. И это вместе с контейнером. Я в шоке. Кусочек сыра расплавленного, в принципе, нормальный. Тут не будем придираться. А вот что у нас по грибам? Ну, блин, опять холодный. Ну, я, конечно, ничего другого не ожидал, но грибы холодными есть вообще противно в данном случае. Пожарскую котлету мы не открывали. То есть она, в принципе, не должна особо потерять в температуре. Когда проткнул, такое, знаете, вот неприятное ощущение протыкания, как будто вот какую-то живую кожу. Это как резина. То есть подошва, что-то еще. Это вот, опять же, теплым это было бы вкусно. То есть, здесь реально есть вкус мяса, вкус сухариков. То есть это в теории вкусно. То есть если вы ему просто как в ресторан зайдете, то это будет хорошо. И стоит своих 109 рублей то, что привезли, конечно, это большой минус. 89 рублей студень говяжий с курицей. А? Съели? Я вот тоже пока нет. Должен весить 100 грамм. Ну, вот это я понимаю. То есть 100 грамм, хренок и упаковка. Здесь вопросов нет. Проверим температуру студня. 19,2. Вот это уже им нужно студнем всегда только приводить. Что у нас по мясу? Довольно тонкий слой желе. Это хорошо. Остальное пространство занимает мясо. Курица с говядиной. Ну, умеют же холодное делать. Мясо с хренком. Картофель по-домашнему. Вес 150 грамм. Подходит. Мне это нравится. Я одна картошка на сколько слизь? 20 грамм есть вот такая вот картошечка. Но просто я ее есть не буду. У нас есть соусы. Медово-горчичный соус. Довольно жидковат. С травами тут, я понимаю, петрушка и укроп. Запах горчицы есть. Окунаем холодное, опять же, картошку сюда. По мне так жидковат все-таки. Я привык к более густому. Но по вкусу, знаете, нормально. Картошка по вкусу резиновая. Температуру пюре я проверять не буду. Здесь уже все остыло к чертовой мастере. Поэтому просто попробуем. Просто пюре. Из теплого остались только жареные пельмени. К десерту позже. А сейчас посмотрим, что это за фрукт. 125 грамм заверяют нас, что жареные пельмени будут весить. Они столько примерно и весят. Молодцы, ребята, в этом плане. Они довольно мягкие, потому что я обычно привыкаю. И обычно, смотри, какие-то такие вот заскорузлые, перепеченные. Здесь они довольно мягонькие до сих пор. Было бы тепло, было бы хорошо. Прохладно? Плохо. Салат острый с ветчиной. 84 рубля. Открываем, ребят. Это нужно видеть. То есть, как бы, майонез кверху прилип. И нужно его вот так вот соскребать, чтобы получилось хорошо. Либо есть с этой крышки. То есть, тут одно из двух. Заявлено, что это острый с ветчиной. Посмотрим, насколько он остер. Он больше прян, чем остер. В целом вкусно. Овощи свежие, ветчинка есть. Майонезик на уровне. Нормально. В общем, все, кроме жульенчика, у нас по массе подходит. Ну, давайте пробовать. Масло пошелели. Суховато все это. Даже если перемешать. Реально. Не хватает масла. 147 и 142. 141 это на 30 грамм больше, чем заявлено. Но это, конечно, и упаковочка играет свою роль. Мне эта масса подходит. Проверим на вкус. Французский террорис. Нету ложечки для десерта. То есть, они планируют, что я буду вилкой, которую я ел студень, суп. И тыкал в стейки, я буду есть вот это вот. Минусок. Все, что холодное, у них вкусное. Вот, ну, серьезно. Тает во рту. Каждый слой бисквита пропитан. Ммм, вот это прям десерт хороший. Морковный торт. Вот хорошо украшен такой морковочкой. Дизайнеры постарались. Это пока по визуализации плюсиков. Вкусненько. Опять же, ничего плохого сказать не могу. Хороший морковный торт. Переходим к водным процедурам. Мы заказали литр цитрусового лимонада. Плюсик сразу в том, что далили почти доверху. То есть, тут не обманули с объемом. Знаете, вот как бывает, что цитрусами не пахнет. Здесь пахнет, но, как бы, опять же, у них не лучшие лимонады с цитрусами. Там офигенный морс. Там офигенный компот. Цитрус, конечно, без мякоти. То есть, какой-то, знаете, обман сразу чувствуется. Потому что даже самый дешевый сок купишь, там в основном есть мякоть. Здесь же чистая жидкость, чистая вода. С таким горьким привкусом цитруса. То есть, такой цедры лимона. Ну, это нормально, как запивка, но я бы не стал покупать каждый раз. Естественно, в доставке нету стакана. Поэтому либо имей свой, либо пей из горла. Я и то, и то делаю. Какие же итоги по этой доставке? Они неутешительные, друзья мои. Все, что должно быть горячим или теплым, пришло прохладным или холодным. Это минус. Есть практически невозможно. Все, что должно быть холодным или прохладным, здесь вкусненько. Что студень, что десертики, что салаты. Знаете, это прям вот хорошо. Поэтому заказывать что-то горячее, ну, не советую. В ресторане там хорошо. Там чистенько, быстренько, все вкусненько. Доставочка, конечно, хромает. И по комплектации, и по температуре, и по вкусу. Цены тут низкие. То есть это все великолепие. За 2000 рублей это нормально. Если привезли теплым, было бы просто шикарно. А так, к сожалению, пока минус. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите в комментариях свою критику, если вам не понравилось. Вы лучше всех. Макс Брандт. Я совершенствуюсь. Для вас. Прошлое видео. Подписывайтесь на канал. Еще одно видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok